Здравствуйте! Время подвести итоги уходящей недели в студии Мария Лапчева. Вначале коротко о главных темах последних семи дней. Прощай зима, здравствуй весна! Масленичные гуляния проходили в Люберцах всю неделю. Итоги пятилетки. Андрей Воробьёв выступил с ежегодным обращением к жителям Подмосковья. Дополнительные автобусы выйдут на маршруты в Люберцах. Игорь Тресков оценил транспортную доступность округа. Члены участковых комиссий дойдут до каждого избирателя. По квартирный обход стартовал с 12 февраля. Митинг, приуроченный годовщине вывода войск из Афганистана, прошел в Люберцах. Держать удар в Люберцах прошел всероссийский турнир по боксу. И начнем вот с чего. Масленичные гуляния проходили в Люберцах всю неделю. Праздничные программы охватили все крупные площадки городского округа. Так, например, в Центральном парке творческий коллектив из Октябрьского устроил для люберчан настоящие зимние забавы. Праздничные песни, частушки и традиционные русские хороводы в этот день объединили всех любителей активно проводить свой досуг. А как по-другому, ведь блинная неделя вкусная и сытная. Настоящие масленичные гуляния позволили люберчанам позабавиться на славу, поучаствовать в конкурсах на перегонки и в перетягивании каната. Давай, давай, давай! Мы проводим масленицу весело, с песнями, с танцами, с шляцками, с хороводами. Также мы блины печем. Бабушки наши пекут, угощают нас и наших детей. И это только начало. Вся масленичная неделя будет насыщена разнообразной тематической интерактивной программой, которая пройдет ежедневно в 15.00 в Центральном, Наташинском и Малаховском парках. Масленица – это наш русский праздник. И, конечно же, мы должны его поддерживать всеми способами, чтобы вовлекать молодежь. Вот, посмотрите, у нас в основном программу делают дети. И, конечно, они знают о всех наших традициях. Конечно же, печь блины и в воскресенье просить друг друга прощения, конечно же. А завершится масленичная неделя большим праздником, который состоится 18 февраля в шести парках городского округа. Там организуют театрализованные представления, выступления фольклорных ансамблей и коллективов. И, конечно, спортивные состязания, а также мастер-классы и выставки народного промысла. Кульминацией гуляний традиционно станут проводы зимы в виде сожжения чучела. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подвел итоги работы за пять лет в ежегодном программном обращении к жителям Подмосковья. На этот раз оно отличалось от предыдущих. Во-первых, тем, что было совмещено с отчетом перед депутатами Московской областной думы. А во-вторых, в нем активно участвовали жители. По электронной почте они задавали Андрею Воробьеву свои вопросы. Подмосковье растущий регион, плюс 100 тысяч жителей приезжает. Так вот, 45 тысяч из них – это школьники. За время выступления, а оно длилось больше часа, Андрей Воробьев говорил о детских садах и школах, сельском хозяйстве, обманутых дольщиках, малом и среднем бизнесе и о многом другом. Послушать ежегодное обращение губернатора прибыла и делегация из Люберец. Депутаты, члены общественной палаты, журналисты. И, конечно, глава округа Владимир Ружицкий. По всем вопросам, что сегодня они были озвучены, Люберцы в динамике, Люберцы сегодня по целому ряду показателей выше средних достижений в Московской области. Мы помним, какие вопросы, и много было вопросов по детским садам. Были очереди, не было мест, а сегодня в Люберцах нет очереди детской сады. Но много вопросов было всегда по парковкам, по парковочным местам. И мы в этом плане, я оцениваю, одни из тех муниципальных образований, где эти вопросы решаются в такой хорошей динамике. На достигнутом власти Подмосковья вообще и Люберец в частности останавливаться не собираются. По словам Андрея Воробьева и Владимира Ружицкого, совсем скоро, в течение двух-трех лет, расширят Октябрьский проспект. Кроме того, планируется строительство объездной дороги Урал-5. Она обойдет поселок Октябрьский и по замыслу избавит местное население от пробок. Мария Лапчева, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Дополнительные автобусы выйдут на маршруты в Люберцах. Такое решение приняли на оперативном совещании министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игоря Трескова с главой округа Владимиром Ружицким. Также на заседании обсудили вопрос реконструкции Октябрьского проспекта и Зенинского шоссе. Игорь Тресков прибыл в Люберце по поручению губернатора. В связи с жалобами жителей на дорожную ситуацию. Министр провел совещание с представителями администрации и региональными перевозчиками, где обсуждалась транспортная доступность в городе. Шло возмущение жителей, потому что на самом деле в пути автобусы были и час, и полтора. На сегодняшний день ситуация немного лучше, потому что мы дороги все-таки расчистили. Но есть в целом, где микрорайон Люберце 2015-2017, все-таки там недостаточно, на наш взгляд, подвижного состава, или мы говорим автобусов, больше вместимости. На заседании решили увеличить число автобусов по пять единиц большей вместимости на маршруте номер 1232К, который ходит до Выхина, и на маршруте номер 1225, который ходит до Новокосино. А также добавить три автобуса на маршрут номер 31, который следует до поликлиники. Мы выставляем дополнительные автобусы. Мы надеемся, что это сократит дополнительный интервал. Посмотрим, как будет происходить. Мы с коллегами договорились о еженедельном мониторинге, анализе того, что было за неделю, и будем оперативно принимать решение. Если будет мало, то мы еще автобусы увеличим. Если будет лишнее, то мы их сократим. Также Игорь Тресков напомнил, что для решения транспортных проблем в Люберецком округе будет расширено Зенинское шоссе с двух до четырех полос, а также ведется проектирование Октябрьского проспекта. Дорога будет расширена с четырех до шести полос движения. Финансирование этих объектов уже обеспечено. Данил Михайлов, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. И еще одна хорошая новость для жителей северной части города. ЖК Люберцы теперь под надежной защитой. По многочисленным просьбам жителей в новом микрорайоне появился участковый пункт полиции. Он стал седьмым по счету в городском округе. Владимир Ружицкий поздравил сотрудников МВД с первым рабочим днем на новом месте. Мы давно ждали этот пункт полиции. Уже минимум два года. У нас тут в связи со стройкой достаточно сильная криминогенная ситуация. Будем надеяться, что с открытием этого пункта все изменится в лучшую сторону. Над тем, чтобы все изменилось в лучшую сторону, будут работать двое участковых. Кроме того, в ЖК Люберцы с этого дня постоянно курсирует патрульно-постовая служба. Если этих сил окажется недостаточно, руководство местной полиции готово увеличить штат сотрудников. На столь большую территорию обслуживания, конечно, участковый пункт полиции – это только первый шаг. Здесь надо решать вопрос об открытии нормального отдела полиции. Новый отдел МВД планируют открыть в этом году в микрорайоне 7-8. Он также будет обслуживать ЖК Люберцы. Кроме того, опорные пункты появятся в Томилине и в Марусине. Эта работа проводится в рамках губернаторского проекта «100 участковых пунктов полиции». В перспективе будем стремиться, чтобы правонарушений, ну если уже не было, то свести к минимуму. Я думаю, что наши полицейские в этом плане постараются. За неубранный снег ответят. Жители остались недовольны качеством работы управляющих компаний в части уборки округа от снега. Этому вопросу и было посвящено совещание в администрации. Его провел глава Владимир Ружицкий. Он рассказал, что за неделю от Люберец поступили 194 жалобы на некачественную уборку снега или вообще ее отсутствие. Ему нужна помощь. Это пускай какая-то. Подумим, чем помочь. А может и не нужна. Просто нужно себя мобилизовать и вопросы решать. Для решения вопросов использовали 14 тонн реагентов, 343 тонны пескосоляной смеси, задействовали 87 машин и 190 человек. Благодаря общим усилиям за минувшие сутки вывезено более 2000 кубометров снега. За день очистили 207 остановок. Тем не менее, проблемы еще остались. Сейчас получил по фейсбуку, потому что вконтакте, фейсбук, вот конкретно, значит, остановка, конечно, так понимаю, автобуса 40 в Малахилке. И вот фотографии я перекину чуть позже. Там точно на танке надо ездить. Вместе с тем, по словам Владимира Ружицкого, ряд центральных улиц и магистралей находится в нормативном состоянии. Однако есть внутриквартальные проезды, которые надо чистить. Лучшим подрядчиком по уборке дорог признали компания «Инвеставтодор» и МБУ «Люберецкая ДЭП». А вот качество работы недобросовестных управляющих компаний проверит «Люберецкая прокуратура». Наталья Григорьева, Мария Лапочева и Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Между тем, «Пик комфорт» держит под контролем уборку территории от снега. После аномальных осадков сотрудники организации работали в круглосуточном режиме. В первую очередь расчищали дороги и тротуары. Теперь главная задача полностью вывести на валы снега. О правилах уборки и режиме работы сотрудники управляющей компании рассказали нашей съемочной группе. В этом году зима снега не пожалела. Аномальная погода стала настоящим испытанием и в то же время проверкой коммунальных служб на прочность. Свою оценку работе управляющих компаний, как правило, в первую очередь дают автомобилисты. Но не менее важна качественная уборка территории для молодых мам. Мама двоих детей, я хожу с коляской. Это каждое утро с коляской мне приходится проходить почти весь район. Я с коляской прохожу прекрасно. Если что не так, то, естественно, обращаюсь в управляющую компанию. Для того, чтобы жители микрорайона 7-8 передвигались беспрепятственно, ежедневно на его улицы выходит более 100 сотрудников управляющей компании «Пик комфорт». Справляться с последствиями снегопадов им помогает 15 единиц спецтехники. Работа проходит с 6 утра до 7 вечера. В период сложных погодных условий – круглосуточно. Основное внимание, конечно, мы уделяем тротуарам и входным группам. Очень много территорий городской. Территория достаточно проходная. Жители выходят с нашего двора и идут непосредственно на городскую территорию. Там мы также стараемся помочь, очистить, чтобы жителям было комфортно дойти до той же остановки. Кроме того, в зимний период сотрудники управляющей компании уделяют особое внимание состоянию кровель. Ежедневно две бригады альпинистов ликвидируют сосульки, образованные на крышах домов, и тем самым обеспечивают жителям безопасность и комфорт. Первый в этом году день открытых дверей прошел в управляющих компаниях Московской области. На этот раз к мероприятию присоединились 728 организаций. Это рекордное количество за все время проведения акции, а именно с марта 2014 года. В их числе оказались и Люберецкие управляющие компании. Люберецкий городской жилищный трест открыл свои двери для посетителей в выходной день. На этот раз сотрудники управляющей компании проводили прием населения в ЖУ номер 3. Традиционно после консультации со специалистами гостям предлагали согреться чашкой чая. Такие неформальные встречи с жителями проходят ежеквартально. И, как отмечают представители организации, приносят положительные результаты. Ну, большинство вопросов решаются сразу на месте. Есть сложные вопросы, которые требуют и изучения, и более внимательного подхода. Тогда, естественно, они фиксируются и рассматриваются в течение определенного времени. Консультируют наших специалистов, потому что вопросы касаются больше всего нашей деятельности. Люди понимают, куда они и зачем идут. Ну, и здесь же у нас все время есть представитель ГЖИК тоже, который дает пояснение. Всего день открытых дверей посетили 53 человека. Наибольшее количество обращений было связано с зимней уборкой придомовой территории и очисткой кровель от снега и наледи. Кроме того, жителей городского округа интересовали вопросы благоустройства, начисления за услуги ЖКХ, а также расселения жилого фонда. Луиза Игазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В администрацию городского округа подвели итоги работы с обращениями к гражданам, поступившими в 2017 году. Чаще всего жители Люберец просили у местных властей решить те или иные вопросы, связанные с благоустройством территорий, а также сферой ЖКХ. Как руководство округа справилось с поставленными задачами, смотрите в обзоре нашего корреспондента. В современном мире есть множество способов достучаться до власти. В век информационных технологий сделать это стало намного проще. Свои пожелания или замечания можно выразить привычным методом – явиться в администрацию, на личный прием к руководству округа или на встречу с главой. Наболевшие вопросы можно задать и в соцсетях, на официальных страницах чиновников, либо написать письмо на личную почту главы муниципального образования. Одной из важнейших форм работы с населением является личные приемы граждан. В 2017 году на личных приемах было принято 280 человек, в том числе 110 человек было принято главой округа. Прием граждан осуществляется ежемесячно в соответствии с утвержденным графиком по предварительной записи. Прямые теле или радиоэфиры – еще одна форма общения власти с населением. Жители имеют возможность задать интересующие вопросы и получить на них компетентные ответы из первых уст. В прошлом году на телеканале ЛРТ прошло четыре прямых эфира с Владимиром Ружицким. Мне подсказывают, что у нас есть первый звонок. Здравствуйте, говорите, вы в эфире. Вопросы, на которые не были получены ответы в ходе прямого диалога или те, что не успели прозвучать в эфире, фиксировали и направляли специалистам. Срок рассмотрения обращений, поступивших во время прямых эфиров, составлял не более 10 дней со дня их регистрации. Основными вопросами, с которыми обращались жители во время прямых эфиров, были вопросы дорожного хозяйства, благоустройства, строительства, безопасности дорожного движения, торговли. На официальном сайте администрации городского округа создан раздел «Интернет-приемная». Здесь каждый желающий может обратиться с предложением, заявлением или жалобой. В прошлом году такой возможностью воспользовались почти 2000 человек. Как и в предыдущий период, в 2017 году у жителей городского округа была очень востребована электронная почта главы городского округа, на которую поступило 2020 обращений. Поступившие обращения в соответствии с поручением главы рассматривались в течение шести рабочих дней и находились на особом контроле. Всего в прошлом году от жителей Люберец поступило около 12 тысяч обращений. По словам экспертов, это на 21% больше, чем в 2016 году. Стоит отметить, что благодаря отзывам и пожеланиям неравнодушных людей в городском округе была проделана большая работа по благоустройству территории. Также был решен ряд вопросов в сфере дорожного хозяйства. Для того, чтобы узнать мнение жителей и учесть их пожелания, на портале Добродел периодически запускали тематические голосования. Луизия и Геозырян, Дмитрий Родянко, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. У нашего телеканала поступают многочисленные письма с жалобами на стихийную свалку по адресу улицы Инициативная, 3А. Жители ближайших домов страдают из-за неприглядного вида из окна и опасаются, что строительный и бытовой мусор может привести к пожару. Наша съемочная группа выехала по этому адресу с инспектором Госадом Технодзора. Как выяснилось, эта проблема имеет давнюю историю. Под толстым слоем снега не видно всех прелестей этого места. Однако инспектор Госадом Технодзора прекрасно знает, что скрывает белоснежное одеяло. Мусор вдоль ограждения, но он там есть. Он здесь был неделю назад, я его видел. Территория в ненадлежащем состоянии. Мусор не только вдоль ограждения, но и за ним. Строительные и бытовые отходы приносят с территории рынка. В итоге за бетонным забором образовалась огромная гора. Собственник земельного участка, отведенного под строительство торгового центра, неоднократно привлекался к административной ответственности. Я на этой территории работаю год. Вот на протяжении года это наблюдаю. И на протяжении года жалобы постоянно поступают. Предписание давалось три раза. Два раза убирались, чьими силами неизвестно, но участок был убран прилегающий. Последний раз в декабре выдавалось предписание. Предписание не исполнено. Сейчас сотрудники Госатомтехнадзора готовят документы в мировой суд. Кроме того, в Росреестр уже отправлен запрос на установление факта нецелевого использования земельного участка. Добавлю, что по оценкам специалистов, это самая большая стихийная свалка, расположенная в черте города. Луизия Газырян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. В преддверии Дня защитника Отечества и в течение праздничных выходных дорожные инспекторы проверят люберецких водителей на трезвость. Мероприятия проведут в целях предотвращения аварийности и выявления нарушителей закона. Об этом сообщает местный портал РИАМА, ссылаясь на отдел ГИБДД Межмуниципального управления МВД России Люберецкая. Редний трезвый водитель проведут с 22 по 25 февраля. Ежедневные инспекторы будут выявлять автовладельцев, находящихся за рулем в алкогольном или наркотическом опьянении. Напомним, за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено административное наказание. Это штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Если водитель пойман за пьянку за рулем повторно, то его уже привлекут к уголовной ответственности. Штрафу от 200 до 300 тысяч рублей, либо лишению свободы на срок до двух лет. Анна Троян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Более 500 бутылок нелегального алкоголя изъяли в Люберцах. В городском округе снова прошли рейды по выявлению незаконного оборота спиртных напитков. Об этом РИАМА в Люберцах сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий. Очередные проверки в Люберецком округе прошли с 5 по 12 февраля. Наибольшее количество нелегального алкоголя сотрудники правопорядка и управление торговлей администрации выявили в последние два дня рейда. Так, в торговых рядах в поселке Красково на улице Карломакса из оборота изъяли более 400 бутылок водки. В других уголках муниципалитета обнаружили еще более сотни единиц контрафакта. Напомним, рейды по выявлению и пресечению несанкционированной торговли в городском округе проводятся на постоянной основе. Всего за прошлую неделю прекращена работа восьми стихийных торговых павильонов. Анна Троян, телеканал ЛРТ. Члены участковых избирательных комиссий совместно с МФЦ проинформируют люберчан о предстоящих выборах президента. Несколько агитационных групп совершат поквартирный обход жителей с 12 февраля по 12 марта. Их цель – сообщить избирателям о дате и времени голосования, об адресах избирательных участков, а также о порядке голосования по месту нахождения. Члены УИК проинформируют избирателей о выборах президента. В администрации прошло трехдневное обучение членов консультационных групп правилам поквартирного обхода, а также новой программе «Мобильный избиратель», благодаря которой каждый сможет проголосовать по месту нахождения. Избиратели, которые не смогут по месту жительства 18 марта принять участие на своих избирательных участках, соответственно, они могут заблаговременно выбрать избирательный участок и, соответственно, выполнить свои конституционные права. Для этого необходимо заполнить заявление на портале госуслуг или в любом отделе МФЦ. Это удобно для тех избирателей, кто проживает в одном городе, а прописан в другом, или в день выборов будет находиться в командировке или отпуске. Также члены консультационных групп помогут разобраться в других вопросах. Уточнить списки избирателей, понять, какой адрес, кто где прописан, сказать избирателю, где он голосует, подсказать, напомнить об этом. А также, если вдруг действительно какой-то избиратель, у него проблемы со здоровьем, то организовать процедуру голосования на «ДАМУ». Они приходят с листовками, с буклетами, в определенных одеждах, то есть на них там варежки специальные, где написано красиво там выборы, с этими листовочками они рассказывают, что нужно сделать для того, чтобы проголосовать. Это не агитация, это просто консультация. На данный момент в МФЦ зарегистрированы 456 человек, которые будут консультировать жителей о предстоящих выборах. Всего в Люберецком городском округе 165 избирательных комиссий, одна из которых временная. Напомним, выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта. Даниил Михайлов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. И в продолжении темы. Более 20 тысяч наблюдателей будут задействованы в Подмосковье на выборах президента России 18 марта. Стоит отметить, что в прошлый раз, в 2012 году, на избирательных участках региона присутствовали более 13 тысяч наблюдателей. Об этом РИАМа сообщила председатель избирательной комиссии Московской области Ирина Коновалова. Увеличение количества наблюдателей связано в первую очередь с увеличением числа участков. В регионе их стало на 600 больше. За ходом мартовских выборов президента в этом году будут следить по скромным подсчетам. Около 20 тысяч наблюдателей. Из них около 5 тысяч от общественной палаты Московской области. Помимо этого, порядка 40% избирательных участков региона оборудованы металлоискателями. А на более чем 2 тысячах объектах работают камеры видеонаблюдения. Также видеофиксация заработает и на 73 территориальных избирательных комиссиях Подмосковья. Кроме того, все избирательные участки Московской области проверят на соблюдение требований безопасности. Инспекции начнутся за два дня до президентских выборов. Перед открытием участков все помещения для голосования будут тщательно осмотрены. Отметим, в каждом помещении с момента открытия избирательного участка будут дежурить сотрудники МВД. Порядка трех человек на объект. В целях предотвращения выноса бюллетеней из помещений для голосования, правоохранители будут сопровождать членов участковых избирательных комиссий, в том числе при выезде к голосующим на дому. Анна Троян, телеканал ЛРТ. 15 февраля отмечался день вывода советских войск из Республики Афганистан. У памятника «Скорбящий ангел» в Люберцах прошел традиционный митинг памяти. В мероприятии приняли участие сотрудники администрации, представители молодежных, ветеранских и патриотических организаций, а также сослуживцы и родственники погибших воинов. Ровно 29 лет назад последние части советских войск покинули Афганистан. Так закончилась десятилетняя война, унесшая жизни свыше 15 тысяч советских солдат. На аллее воинов-интернационалистов прошел традиционный митинг памяти и скорби. С одной стороны, вывод войск – это праздник, это большой праздник, потому что наши советские солдаты в те годы вышли, по сути, из состояния войны, и тем самым были сохранены сотни тысяч жизней. И, конечно же, есть такая боль и горечь и потери, и утраты, потому что, к сожалению, любая война, она забирает человеческие жизни. Более 700 призывников из Люберец проходили тогда военную службу в горячих точках Афганистана. 24 наших земляка погибли, выполняя свой интернациональный долг. Многим не довелось вернуться. Они не шли тогда туда за наградами, за медалями. Они выполняли свой воинский долг, долг родине исполняли. Всем погибшим и не вернувшимся с войны, на всех школах, где учились и ушли, погибли в результате войны, ребята повешены, вывешены доски памяти. Почтить память павших и не вернувшихся домой из Афганистана солдат пришли родные и близкие, студенты и школьники, сотрудники администрации и представители общественных организаций. Все они возложили цветы у памятника скорбящему ангелу. Подвиг воинов-интернационалистов вспоминали и во дворце детского и юношеского творчества. Там учащиеся 52-й школы узнали о причинах и событиях десятилетней войны в Афганистане, а также пообщались с руководителем клуба патриотического воспитания. Вдали от отчего дома они в раз повзрослели. Сжимались в тоске и надежде сердца их родных. Тяжелейшим итогом Афганской войны является гибель наших солдат и офицеров. Убито и умерло от раны болезней 13 833 военнослужащих. В этом году уже 29-я годовщина вывода российских войск из Афганистана. О том, как наша страна оказывала интернациональную помощь другому государству, предстояло узнать люберецким школьникам. Что такое радость возвращения с войны, хорошо знает Дмитрий Баранников. Он служил в Чечне, а сейчас развивает в подрастающем поколении чувство патриотизма в военном клубе «Феникс». У нас в Люберевском районе движение «Юнармия», она набирает силы. И я думаю, что если в вашей школе нет еще отряда «Юнармия», то в ближайшее время возникнет. Мероприятие подобной направленности во дворце детского и юношеского творчества проходит на регулярной основе. На базе учреждения создан Центр патриотического воспитания. Педагоги не пропускают ни одной даты в истории нашей страны. Мы должны помнить воинов, которые отдали прежде всего свою жизнь за то, чтобы мы с вами жили мирно. Анна Троян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. К новостям спорта. В Люберцах провели 28-й открытый всероссийский турнир по боксу имени мастеров спорта Капитонова и Кузина. В этом году выросли география и количество участников. Так, на ринг вышли почти 180 спортсменов из более чем 50 регионов страны. Турнир проходил в течение четырех дней. По итогам победители в каждой из десяти весовых категорий получат не только кубок, но и звание мастера спорта. 12 лет на ринге, 180 боев и титул победителя первенства по боксу в Центральном федеральном округе. Иван Буракас – один из сильнейших спортсменов Московской области. На всероссийский турнир в Люберцах он приехал из Можайска, чтобы получить новое звание. Выполнить мастера спорта хотелось бы. Это цель первая такая стоит. Кандидата в мастера спорта выполнил два года назад. Теперь, конечно же, мастера спорта. И дальше уже двигаться, отталкиваться от этого. Но, вероятно, достичь этой цели сегодня Ивану не суждено. На всероссийском турнире спортсмену достался более сильный соперник из Санкт-Петербурга. По закону олимпийской системы отбора, финал увидят только победители боев. Соревноваться боксеры будут в течение нескольких дней. Одновременно на двух рингах Люберецкого фока. В день открытия участников приветствовали первые лица региона, округа и организаторы мероприятия. Друзья мои, красивых боев, хорошего турнира и всем хорошего настроения с праздником. За 28 лет существования турнира география его участников разрослась до небывалых размеров. В этом году посоревноваться на всероссийском уровне в Люберце съехались представители более 50 регионов страны. И это вполне ожидаемо. Ведь когда-то на этом турнире свои титулы получали теперь уже знаменитые боксеры. Олимпийский чемпион Евгений Тищенко боксировал здесь и выиграл эти соревнования. Баланов Андрей также участвовал. Алексей Тищенко тоже участвовал. Поветкин, да. Очень много известных боксеров прошли через наш турнир. Я считаю самыми большими, самыми объемными. Потому что присутствует 175 боксеров попало в сетку. Финал соревнований состоится 17 февраля. В этот день судьи объявят имена чемпионов в каждой из 10 весовых категорий. Помимо этого победителям присудят звания мастеров спорта по боксу. Анна Троян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. На минувшей неделе любители спорта отметили сразу две юбилейные даты. 120 лет русскому хоккею и 60 лет русскому хоккею в Томилине. Всю красоту и зрелищность этой спортивной игры показали настоящие мастера. В рамках праздника состоялась товарищеская встреча по хоккею с мячом между сборной командой ветеранов России и сборной командой «Урожай Томилина». Официальной датой рождения русского хоккея считается 8 марта 1898 года. Тогда в Санкт-Петербурге состоялся первый матч по официальным правилам. А уже через 30 лет в Москве первый чемпионат СССР. Несмотря на то, что хоккей с мячом не является олимпийским видом спорта, он до сих пор не теряет свою популярность. Проводится Кубок России, чемпионат России. Вот сейчас сборная России в финальном матче в Хабаровске выиграла у шведов 5-3. Хоккей с мячом хоть и мало освещается в средствах массовой информации, к сожалению. Но посмотрите, катки строятся, крытые. Построен каток в Крылатском, в Москве. Сейчас строится в Красноярске. Великолепный крытый каток в Хабаровске. Русский хоккей в поселке Томилино – это отдельная большая история, которая началась 60 лет назад. Команда «Урожай» по сей день достойно выступает на ледовых аренах Московской области. Хоккей любят в Томилино, культивируют. И много детских команд, которые занимаются и сейчас. То есть смена растет, и будем надеяться, что среди них будут будущие чемпионы мира. Именно поэтому праздник, посвященный двум юбилейным датам, связанным с русским хоккеем, прошел на стадионе «Урожай». Спортивное событие не обошлось без сюрпризов и подарков. Почетным гостям вручили памятные клюшки с автографами знаменитых российских хоккеистов. Спорт мы развиваем. Я везде говорю, что Люберцы – это территория спорта. Спорт самый разнообразный и одно из таких направлений мощных у нас в городском округе – это хоккей с мячом. Поэтому, друзья мои, спасибо вам за то, что вы уделяете внимание, ветеранам за то, что вы участвуете и подтягиваете молодежь. И на этот раз ветераны русского хоккея показали настоящий мастер-класс. Две звездные команды, сборная России и «Урожай» до сих пор в строю и показывают яркую зрелищную игру. Но определить сильнейшего так и не удалось. Счет сравнялся 1-1. Луиза Эггазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. И еще немного о спорте. В День защитника Отечества 23 февраля в Люберцах пройдет второй чемпионат России по настольному теннису на коньках. Площадкой соревнования вновь станет стадион «Торпеда». Об этом пишет Риама в Люберцах, цитируя главу округа. Отметить День защитника Отечества на коньках и с ракеткой во второй раз за всю историю мирового спорта смогут все желающие. В этих необычных соревнованиях могут принимать участие как профессиональные спортсмены, так и любители. При этом всем выдадут специальную экипировку – шлем на локотнике и щитки на голени. В 2017 году в этих соревнованиях приняли участие 30 спортсменов из разных стран. Прием заявок на участие в чемпионате продолжается. Для этого необходимо позвонить в спорткомитет Люберецкого округа по телефону 8-495-503-32-42. Мария Антонова, телеканал ЛРТ. Вековой юбилей. Люберчанка Валентина Темнова отметила 101 год. Наша съемочная группа приехала к ней в гости, чтобы поздравить с грандиозным праздником, а заодно и узнать секрет долголетия. Валентина Темнова родилась в семье рабочих 7 февраля 1917 года. У родителей было пять детей и все девочки, из которых Валентина Яковлевна была самая младшая. Своё детство и молодость она провела в постоянных переездах по разным городам и занимаясь при этом любимым делом. Была эвакуация Коломбинского завода, всех выехали. И я после библиотечного института должна была ехать по назначению. Я работала и в лаборатории, работала в этом, где попала, в общем, короче говоря. А потом в 1944 году какой-то был конкурс в консерваторию Свердловскую. Нижний Тагил, Коломна, Свердловск, Львов, Держинск и, наконец, Тамилина. Там Валентина Темнова в 90-м году устраивается в Люберецкий дворец культуры преподавателем, где в итоге проработала более 20 лет. Наверное, в 90-м году я начала преподавать. У меня были сначала отдельные группы. Сначала мы работали с Рыжиковым. Я начинала работать. Мы пели с ними, и это рассказать, объяснить. Я могу, как и Рубина, еще и Зофер показывали от Роски. И Рубина Штейна ночью, много мы с ним работали. Такая полная жизнелюбия и оптимизма. Даже после двух тяжелых операций. Она не утратила эти качества. О Валентине Яковлевне близкие говорят, как о легкой на подъем, упорной и, самое главное, любящей. Если мы только из школы идем, одни до дома, она говорит, ну почему вас никто не поважает? Нас очень часто родители оставляли с сестрой, и она с нами играла в бабки-юшки. Это был самый веселый, классный вещь. Мы ставили два кресла вот так вот и бегали вот так восьмеркой. За свои человеческие качества, за любовь и преданность оперному пению, за сто с лишним лет она собрала вокруг себя много благодарных ей людей. Ученики по сей пору к нам приходят в дом, вот и на столетие, и в 101-й год. Все пришли в здравии, как всегда пели, веселились и очень благодарили бабушку. Она путешествовала по всей стране для того, чтобы поднимать культурный уровень населения. Она рассказывала о том, что такое оперное пение, и показывала, как это делается. Потому что пение – это фактически духовность, это красота. А жизнь должна быть красивой. Мария Антонова, Дмитрий Радзянко, телеканал ЛРТ. И в завершении нашего выпуска. На этой неделе мы отмечали 14 февраля День Святого Валентина. Традиционно в этот праздник влюбленные поздравляют друг друга, дарят подарки и признаются в своих чувствах. А креативно ли в своих нежных проявлениях жители Люберец узнавала наш корреспондент Анна Троян. День влюбленных – это главное событие тех, чьих сердца пронизывают стрелы амура. И совсем не странно, что именно в этот праздник чаще всего делают предложения руки и сердца. А как оригинально признаться в любви? Давайте спросим у люберчан. Можно попробовать, как в старые времена, под окнами с магнитофоном большим, я не знаю. Можно взять, тупо подошел и сказал, девушка, я тебя люблю, да, и все такое. Влететь в окно с цветами. Люблю тебя и все. Достаточно просто сказать. Без понятия, я вас люблю. Написать сообщение. Какое? Любовное. Везненство Валентина. Отличное. Поздравление. Я думаю, что своими словами лучше сказать-то, но сердце. Как оригинально признаться в любви? Сделать романтик. Какой? Какой? Шарики, фонарики, тортик. Не надо оригинально, надо с чувством. Нужно, наверное, чтобы это выглядело не банально. Ну что надо сделать? Искренне, искренне, самое главное искренне признаваться и все тогда получится. Должно быть естественно. Любовь. Хорошо, а что вот подари, чтобы она точно поняла, что вы ее любите? Свою душу. Что должен подарить тебе парень, чтобы ты точно поняла, что он тебя любит? Своё сердце. Ещё подарков не надо как-то, ну, своими руками что-нибудь. Наверное, зефир. Это я люблю больше всего. Деньги, я думаю, а что ещё? Деньги? Ну да. Деньги, наверное, цветы, что все девушки любят. Опять же, что не подари, надо всё делать с чувством. Своё сердце, признаться в любви. Надо ей подарить что-то запоминающееся, кольцо, не знаю, какое-то украшение. Это не должно быть дорогое. Колечко. Какое? Скромное. Ну, цветы, наверное. Украшение какое-нибудь. А вы как думаете, что вам надо подарить? Ну да, согласна с молодым человеком. Я люблю весь мир. Доброта спасёт мир. Я люблю своих детей, своего мужа. Желаю им счастья, здоровья, любви и успехов в дальнейшем. Мама, я тебя люблю. Лизонька, любимая, я тебя люблю. Борис, я очень сильно тебя люблю. И я тебя очень сильно люблю. Иди сюда, иди. Я тебя люблю. Три самых заветных слова, которые, возможно, растопят сердце вашей второй половинки. Поэтому не скупитесь на искренние признания, и всё у вас будет хорошо. Анна Троян и Никита Скраган специально для рубрики «Свободный микрофон». Такой мы увидели уходящую неделю. Чем будет интересно, следующее узнаем уже совсем скоро. Напоминаю, что все новости городского округа Люберцы есть на страничках ОРТ, в социальных сетях подписывайтесь. Ну а я, Мария Лапочева, с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова